Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Столетие памяти и иронии. Почетный визит президента Арменака Абрамяна. Официальное заявление. Родина. Официальная газета Республики Западная Армения. Согласно Bloomberg Economics, Турции наиболее уязвимая экономика среди развивающихся стран. История армян, покинувших Алеппо. В озере Ван развивается дайвинг. Мы все это знаем. И в частности, глубокое молчание. Французское правительство Аристида Брайна, здесь явно различая французское и некоторые французские правительства, предало Западную Армению, включая Киликию, не подписывая договор о международном праве как севрский договор. Но 99-летнее конфиденциальное соглашение о Киликии. Это соглашение было подписано 20 октября 1921 года специальным представителем Великого национального собрания Турции и министром иностранных дел Турецкой Республики Юсуфом Кемалем и правительством Франции Генрихом Франклин Буном. Соглашение немедленно прекратило войну между правительством Великого национального незаконного совета Турции и Франции. Ранее под патронатом по Уосену Бара Паши официальная делегация Западной Армении участвовала в Парижской мирной конференции, в ходе которой де-факто и де-юра была признана Западная Армения. Ранее ее признала Россия как независимое государство. В 2018 год представителей около 80 государств, включая Германию и Турцию, были удостоены чести присутствовать на церемониях, посвященных столетию 11 ноября. И только одно государство, Западная Армения, которое плечом к плечу воевало с союзниками против Германии, Турции и Австро-Венгрии, не была приглашена. Так называемые структуры диаспоры всегда гордятся, когда участвуют на мероприятиях, где президент Эрдоган всегда отрицает Западную Армению и армянский вопрос в целом. Мир не может быть достигнут как сейчас, так и в прошлом, отрицая преступления прошлого или оставаясь равнодушными к проблемам. Все это остается в нашей памяти. 12 ноября – ворота всех несправедливостей, поэтому сегодня мы можем бояться худшего, что преступники получают в качестве благословения за свои преступления, территории, природные ресурсы и целые народы, не отвечая за свои злодения и не компенсируя их. Я прошу, чтобы Франция изменила закон от 29 января 2001 года, в котором признается так называемый геноцид армян, хотя он турецкий геноцид, совершенный против армян, в 1915 году в Западной Армении. Армен Акабрамян – председатель Национального собрания Западной Армении. Президент Западной Армении Армен Акабрамян почтил память Арама Басмаджана. Арам Басмаджан – армянский боец, родился 25 марта 1960 года, умер 12 апреля 1985 года. Он является членом армянской секретной армии освобождения Армении Асала. Один из четырех осужденных операцией ВАН 24 сентября. 24 сентября 1981 года четверо бойцов Асалы провели операцию ВАН в турецком консульстве в Париже, записав один из уникальных примеров мужества и самопожертвования на страницах армянской военной истории за освобождение Западной Армении. Тюремная обстановка и психологическое давление в конце концов довели Арама к смерти. Мероприятие, посвященное столетию Первой мировой войны, оставалось несовершенным и фрагментарным с отсутствием Западной Армении. Армянская община Западной Армении, проживающая во всем мире, и армяне, живущие на территориях Западной Армении и Килики, внимательно следили за этим событием. Они в глаза всем лидерам, представляющих разные страны мира. Сколько лжи и обманы могут скрывать эти глаза и как долго? 19 января 1920 года Парижская мирная ассамблея, обсуждая будущее побежденной Османской империи, представители всех государств присутствовали на мероприятии в Париже. Там также присутствовали представители государств, принимающих решения по вопросу о границе, получившего признание на территориях Западной Армении. Все внимательно слушали долгую сердечную речь о господине Эммануэле Макрона, в которой он не затронул все стороны войны. В нескольких сотнях метров от церемонии и на официальном уровне президент Республики Западной Армении господин Арменак Абрамян присутствовал на другой церемонии и представлял одновременно миллионов западных армян в мире. Их угнетающее присутствие было более существенным и реалистичным, чем их безнаказанность и несправедливость. Господин Макрон закончил свою официальную речь, желая мира всем народам и странам мира. По-видимому, оккупированная Западная Армения и люди, которые были изгнаны и захвачены, не включали мир в его воображение. Это отрицание было специально и открыто рассмотрено армянами Западной Армении, тем более, что господин Арменак Абрамян, президент Западной Армянской Республики, направил письма президенту Французской Республики господину Эммануэлю Макрону и депутатам двух парламентов, а также мэру Парижа и всеми районами администрациями. Вся Французская Республика осознавала это, и никто не сможет отрицать, что не получал письма, в которых президент Западной Армении написал, что Западная Армения, как страна-союзник победителей Первой мировой войны, должна быть официально представлена таким образом. 11 ноября 2018 года для Западной Армении стал тем днем, с которого наш путь должен стать более энергичным и целеустремленным, и наши шаги по освобождению Родины должны увенчаться успехом правительства Республики Западной Армении. 12 ноября 2018 года вышел в свет пятый номер газеты «Родина». Официальная газета должна периодически публиковаться каждый месяц на западном армянском языке. Турция возглавляет список стран, упомянутых в дефиците текущего счета, а также уровень инфляции. Аргентина является единственной развивающейся страной, превышающей уровень инфляции. Турция также является единственной страной, которая удерживает свое место в течение пяти лет в уязвимых пяти, сделанных американским инвестиционным банком Morgan Stanley. Этот список был впервые опубликован в 2013 году. Аргентина, Южная Африка и Египет также были включены в список с Турцией в этом году. Интервью с еженедельником «Акос» выступили с Эрдар Коршу, турецкий журналист, автор книги «Халепси Слер». Автор книги рассказывал о жизни беженцев из Сирии, о гражданской войне, о трудностях, о их новой родине в Алеппо. Обращаясь к идее создания книги, автор отметил, что с 2013 года он занят проблемой беженцев в Турции. Я отправился в Антакию от Степ, Урфу, Тюбернакерт, Батман, слушал их рассказы и собирал. Примечательно, что я не встречал беженцев среди армян. Армяне не переехали в Турцию, куда они пошли? Конечно, в Восточной Армении. Впервые я столкнулся с армянами в Аните, но они очень испугались, избегали разговоров и интервью. У меня есть опыт общения с мигрантами, но то, с чем я столкнулся в Аните, было самым трудным. И поэтому я решил поехать в Армению, поговорить там, познакомиться с армянами Алеппо. В аэропорту меня встретил выходец из Сирии, сказал он. По словам Куршу, они переехали в Восточную Армению. Автор отметил, что существуют некоторые незначительные различия. Армяне Алеппо адаптировались здесь, они снова создали свой бизнес. Сегодня в Ереване они имеют большое значение в ресторанном бизнесе. У армян Алеппо хорошо сохранилась восточно-армянская арабская кухня. Автор также придавал большое значение истории тех, кто не покидал Сирию во время войны. Сэр Дар Корджун отмечает, что некоторые из них преобладают, некоторые из них мигрируют. В книге представлена история барона Кешищана, который только покинул страну, чтобы увидеть своих детей. Барон Кешищан заявил, что если мы выйдем сегодня из Алеппо, завтра придется уехать в другое место. Муниципалитет Ван и Пекалушке продолжает реализовывать проекты развития дайвинга в Ване. В рамках проекта открыта школа дайвинга с более 200 учениками. Они имеют возможность погрузиться в глубины озера Ван и исследовать подводное богатство. Насладиться его красотой и исследовать таинственный подводный мир озера. Джемель Остурк, мэр региона Вана и Пекалушке, отметил, что интерес к подобному миру озера Ван растет, и люди из разных регионов приходят на его изучение. По словам Остурка, как озеро, так и недавно обнаруженные виды тареха в Ван и подводный известняк, и русский корабль на дне озера представляют большой интерес для озера. Говоря о работе, сделанной для того, чтобы сделать дайвинг в Ване одним из основных направлений туризма, мэр также подчеркнул, что граждане Армении и Японии особенно заинтересованы в дайвинге на озере Ван. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Карна Охо Чарли. Карна Охо Чарли. Карна Охо Чарли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова